Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. С дробовиком по городу. Подробности стрельбы в центре Махачкалы через минуту. Более 5000 вопросов поступило от жителей республики на прямую линию Сергея Меликова. На какие из них успел ответить глава региона в рамках эфира? Смотрите в выпуске. Потеряла сына, перенесла два инсульта и живет на съемной квартире. Об истории матери участника СВО Умежат Магомедовой из Каспийска расскажут наши корреспонденты. Павильон птиц, зона барбекю и смотровая площадка. В Ильтавском лесу начались работы по созданию парка культуры и отдыха имени Расула Гамзатова. Стрельба в центре Махачкалы. Инцидент произошел на проспекте Расула Гамзатова. По информации МВД, конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. По предварительной информации, есть двое пострадавших. 35-летний местный житель был доставлен в больницу с несколькими ранениями. Второй пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Сергей Меликов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире. Подобный онлайн-диалог с жителями глава региона проводит уже в третий раз. Количество вопросов, адресованных Меликову, превысило более пяти тысяч. Первые вопросы, как и следовало ожидать, были посвящены актуальным в последние недели проблемам в сфере ЖКХ. После аварийных отключений в начале года поступало большое количество звонков и сообщений о перебоях света, газа и воды. Жители республики интересовались, почему такая ситуация сложилась и что делается для ее исправления. Вы знаете, на самом деле не хотелось бы уповать на плохую погоду, потому что каких-то катаклизмов все-таки у нас не происходило. Да, были отклонения от каких-то норм, от тех погодных условий, к которым мы привыкли. Но мы живем в такой республике, где должен быть сделан задел, в том числе на изменение погодных условий, которые никак не должны влиять на благосостояние наших жителей. И я абсолютно согласен с теми вопросами, с теми просьбами, с теми комментариями, которые мы видели и в социальных сетях, и в обращениях на имя главы республики, на имя тех руководителей, от которых эти проблемы зависят. Конечно, мы их будем решать. Немало вопросов главе региона поступило по поводу водоснабжения. По словам Сергея Меликова, процесс непростой и долгий, но власти намерены решить и эту проблему. Однократно говорил о том, что у нас сегодня канал, наш знаменитый канал Октябрьской революции, он у нас такой многоцелевой, что он является и источником водоснабжения, и источником сброса сточных вод, и источником технической воды для полива и для каких-то иных технических решений. Конечно, это неправильно. Он изначально был построен как канал, который реализовал совершенно другие задачи, но никак не подачу питьевой воды. Поэтому мы после завершения объекта по черкейскому водоводу, канал Октябрьской революции, исключим как основной источник из системы водоснабжения наших крупных городов, прежде всего Махачкалы и Каспийска, а в дальнейшем и Сбербаша. Ну, как я уже говорил, требуется время для реализации этого проекта, но мы, опять же, в соответствии с установленным графиком этот объект ведем. Вопросы также касались благоустройства территории, вывоза мусора, газификации населенных пунктов и поддержки инвалидов. Особое внимание было уделено теме оказания помощи семьям участников специальной военной операции. Глава региона напомнил, что военнослужащие из Дагестана с самого первого дня принимают активное участие в боевых действиях. Пять героев России тому свидетельство. Поддержать и помочь их родным обязанность не только властей, но и каждого неравнодушного гражданина, подытожил глава. И в продолжение темы неравнодушия и поддержки. Жительница Каспийска у Межат Магомедова перенесла целый ряд событий, которые буквально подкосили ее здоровье. Женщина похоронила сына погибшего в ходе СВО, перенесла два инсульта и живет в съемной комнате общежития. Благо о проблеме у Межат узнали добрые люди и помогли. Подробности истории у Карима Гомаева. Если бы не авария на подстанции Каспийска, возможно, об истории у Межат Магомедовой мы бы так и не узнали. Сотрудники фонда «Инсан» в эти дни развозили по домам нуждающихся гаражам продукты питания и воду. Увидев, в каких условиях живет одинокая мать, они решили довести ее историю до неравнодушных людей. Вместо с благотворительным фондом «Инсан» мы сделали акцию доставки горячей еды и бутилированной воды. И номер горячей линии позвонили жители вот этой общежитии, здесь живет на четвертом этаже Патимат, взрослая женщина, маломобильная. Она позвонила на номер горячей линии и мы с председателем совета имама выехали к ней, адресную доставку сделать воды и горячего плова. И, соответственно, когда мы уже спускали четвертого этажа, на третьем этаже встретили женщину. У нас запасом была эта еда, мы раздавали по всем общежитиям. И здесь то, что осталось, хотели в этом общежитии тоже раздать. И, соответственно, эта женщина, она показала своих соседей, других нуждающихся. И вот эта цепочка нас привела к этой женщине, которая на первом этаже. Сказали, вот такая остро нуждающая женщина есть, которая и болеет, и тяжелая потеря, утрата сына. Вот в таком положении пребывает эта женщина. Хорошо было бы ей тоже оказать помощь. Тяжелая история жизни началась очень давно. Но когда погиб сын, который добровольно отправился на защиту родины, земля будто уходила из-под ног, где лица унижат. Но жить на что-то надо было. Даже после двух инсультов женщина продолжала ходить на работу. На одну пенсию оплатить жилье и помочь больной дочери не получалось. Если дочке были за квартиру надо, я чуть с ума не сошла. Вот это январь месяц надо было, 6 тысяч ему давать. Он пришел сюда, хозяин, деньги надо было. Я говорю, нет, чуть-чуть подожди. Потом дочка долг взял у кого-то, отдали ему деньги. Потом с пенсии пришли, отдал этот долг тоже обратно. Сейчас они принесли мне деньги тоже за квартиру. Завтра на работу я, после завтра тоже на работу. Потом дома, потом еще два дня. Потом месяц оканчивается. Еще два смены, четыре смены у меня есть. Все, больше не могу я. Там тоже целый день уроза тоже держится. Тоже не могу. Вот это же мне врачи говорят, ты третий раз готовый. Ты не плачешь. Я одна, я же говорю, вчера в 12 часов уже не могла с этой фоткой. Я вышла на улицу, на улице сидела до часа, потом холодно зашло. Я не могу. Когда я одна, я много чего вспоминаю. Не могу. Да, это было. Мама, знаешь, почему я тебе не появляюсь, тебе показать не дают. А почему, Мурат, я говорю, у меня лицо не тугало. Мурат хотел, чтобы мама им гордилась. Отправился добровольно в зону специальной военной операции. Жизнь наладится, я куплю тебе квартиру, мама. Это были последние слова сына, которые он сказал ей, прощаясь. Потом я приехала после Баряма, еще хотел Мурату видеть. Сюда приехал Анжела. Я говорю, Анжела, где Мурат? Мурат уехал. Куда уехал? В Айотке. Я говорю, что я говорю. Правда, он уехал. Потом выйдет, сюда меня отправил. Там с Чечени, оказывается, он уехал. Отправил. Потом уже мае было. 4 мая он уехал. Уже 17, оказывается, там же убили его. За ним поехали. 1 июня его похоронили. Потом пришли глаза открыты у него. Я закрыла глаза. Тоже щеки остался. Так красивый был сам тоже. Очень красивый. После того, как фонд Инсан опубликовал видео с историей женщины, помочь ей вызвался помощник главы республики Магомед Гаджи Магомедов. Он решил за счет собственных средств помочь у Межат. Я как слышал, что вы эту квартиру тоже снимаете. Да, да. Я у вашего сына желание буду выполнять, иншаллах. Я вам подарю квартиру, так что вы будете в квартире жить. Пока эта квартира закончится тоже, все там показано, за эту квартиру тоже я буду вам оплачивать. Вы грамм не переживайте. Я сюда приехал, поручение главы Дагестана тоже. Я как помощник его. Иншаллах, рахман. Мы будем, что мы можем, то и... Вашего сына желание будет выполнять, иншаллах. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Каспийск. Сотрудники Кавказского межрегионального управления Ростельхознадзора выявили более 28 тысяч нарушений ветеринарных сопроводительных документов в информационной системе «Меркурий». Специалисты напоминают, что в электронной форме подавать заявки необходимо в течение 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара вместо назначения. Специалисты Управления Ростельхознадзора напоминают, что в соответствии с пунктами 52 и 53 порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Гашение ВСД необходимо проводить в течение 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения. Павильон птиц, зона барбекю и смотровая площадка. В Ильтавском лесу начались работы по созданию парка культуры и отдыха имени Расула Гамзатова. На данном этапе проводятся подготовительные мероприятия. Откачка воды, сбор опавших деревьев и прокладка временных дорог. Заместитель главы Махачкалы Алибулат Магомедов выехал на место для ознакомления с проводимыми работами и беседой с жителями микрорайона. Представителям подрядной организации заместитель градоначальника дал указание максимально сохранить зеленое насаждение, при этом создав новое общественное пространство удобным и комфортным для посетителей. Напомним, что ранее команда архитекторов, экологов, орнитологов и специалистов по почвам совместно с жителями района, предложили концепцию природного парка. Благоустройство территории будет идти весь текущий год. Здесь планируется благоустройство леса, зона барбекю, входные группы, первая и вторая входная группа будет, потом экотропа будет, которая будет на сваях, и деревянные настилы по территории лесопарка, будет смотровая площадка, будет павильон птиц, учитывая сомнения людей. Сам лес здесь рубить никто не собирается, не будем рубить лес, только те деревья, которые сухостои, которые необходимы, аварийные. Люди, признавшие свои ошибки и ставшие на путь исправления, заслуживают внимания и поддержки. Об этом сказал муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди на встрече с подопечными центра Аманат. Встреча с духовным лидером была организована по инициативе городского совета имамов города Каспийск. Напомним, этот центр занимается реабилитацией людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Вы перед людьми неудобства, не чувствуете. То, что вы попали в зависимость, и то, что признаете, вот это, что признаваться должен быть мужчина. Вот это хорошо. Да, я попал в зависимость, я признаю, но я не хочу. Для этого нужен мужской характер, а это у вас нашлось. Значит, дальше тоже все есть. Сегодня мы, реабилитационный центр Аманат, который находится в городе Каспийске, вместе с нашими резидентами решили посетить нашего муфтия республики Ахмада Афанди, получить от него наставление. Альхамдулля, я очень благодарен Мураду Исмаилову, представителю, который нас встретил, проводил, организовал эту встречу. И самому муфтию благодарны, получили большое наставление, которое для нас было очень важным. Накануне состоялась встреча нового председателя Совета имамов Каспийска, Мурада Исмаилова, с главой города Борисом Гонцовым. Они обсудили план дальнейшей совместной работы. Была отмечена необходимость сотрудничества управленческих структур с религиозными деятелями. По словам Гонцова, такая слаженная работа позволит повысить уровень духовного воспитания жителей города. Местная администрация выразила слова благодарности бывшему председателю Совета имамов города Шамилю Багандалиеву за добросовестную работу. В завершение встречи Мурад Исмаилов поблагодарил мэра города за встречу и вручил часы от муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!